Всем привет бандиты и бандитки, на связи Йорн и в этом видео мы сегодня разберем реворг Лукреции, многие просили, да поясню усилили ее или ослабили. Также пройдем адский лабиринт, спустя два года наконец-то разработчики от Lilith Games додумали, что надо как-то изменить лабу. Вот, я даже еще ее не видел и будем первопроходцами. И в конце, до конца дособерем Сайлоса, то есть там уже произошел откат, призыв за три косаря кристаллов, и надеюсь я вытащу те четыре недостающих копии, хотя сколько там копий-то надо, давайте посмотрим. Так, Легенда Плюс, ну да, надо четыре копии, то есть 23 тысячи кристаллов может и не хватить. Нам надо, ну как минимум, чтобы четыре копии вытащить, при худшем раскладе 40 тысяч. Ну посмотрим, посмотрим, до новенького года еще есть время, в общем, если что, я потом подкоплю, погнали. Переходим сначала в портреты, где это наша замечательная Лукреция. В общем, у нее изменили второй навык, получается, Адское Пламя, я расскажу, что было и что стало. Также третий навык, изменили именной предмет, который качается от мифика, когда возвышаете героя, и эксклюзивную мебель. На мой взгляд, есть усиление, то есть ни рыба, ни мясо. Да, она стала гораздо бодрее, когда я беру ее наемником, но сказать, что она уничтожает прям, не могу. То есть да, герой стал пободрее, за счет чего? За счет ускорения, а дальше вы поймете. По второму навыку, что тут изменилось? У нее раньше на третьем уровне прокачки было усиление урона до 80%. Они его убрали, да и в принципе на него по барабану. Почему? Потому что на четвертом уровне прокачки урон увеличивается до 90%. Как было в старой версии, так и осталось. То есть промежуточный он вообще ни на что не влияет. Но зато они на третьем уровне теперь здесь добавили ей больше выживаемости. Потому что когда горит адское пламя, Лукреция будет получать на 20% урона меньше от противника. Соответственно она будет жить дольше и реализовывать свой потенциал в команде намного эффективней. Так что тут однозначный ап. Теперь по поводу третьего навыка. Я считаю, что то, что они тут натворили, это полная чушь. Потому что ранее, когда вы качали полностью на третий уровень, то вроде там урон по отмеченному врагу повышался на 40%. То есть на втором уровне было 20%, на третьем уровне 40%. Но теперь 40% на втором уровне, но они сделали снижение урона, когда она преследует какого-то противника. То есть этот противник ей раньше наносил на 50% меньше урона, а теперь изначально всего 30%. Но вот те недостающие 20% они засунули в третий уровень. Зачем? И добавили еще таймер в 5 секунд. Я считаю, что здесь вообще ничего не надо было трогать. Здесь только надо было поменять то, что они поменяли вот с уровнем атаки. Затем она преследует. То есть раньше она преследовала героя, который наносил максимальный урон в команде противника. А теперь именно описание здесь гласит о том, что она преследует героя с максимальным уровнем атаки. Так что третий, ну такой навык, знаете, ни рыба ни мясо. Ну поправили, поправили. Но зачем они начали игру с этим процентным показателем снижения урона от противника, которого она преследует, я не понимаю. Дальше идет именной предмет. Раньше изначально в описании говорилось, что она восстанавливает 100 очков энергии. И не было таймера. То есть теперь они добавили здесь увеличение. 150 встал очков энергии. И таймер в течение 5 секунд. Ну дай бог, дай бог. Ладно, то есть тут идет однозначный апп. Больше энергии 5 секунд это ничего. Раз, два, три, четыре, пять. Плюс 150 энергии. Но зато ранее, когда вы качали на плюс 30, было усиление уровня атаки у Креции до 50%. Теперь здесь 35%. Но они это компенсировали как раз таки увеличением ускорения на 8 в течение 20 секунд. И этот эффект еще накапливается. То есть он будет накапливаться. Поэтому чем больше ускорения у героя, тем быстрее она атакует. Соответственно, быстрее убивает противника. Но тут надо проверять. То есть насколько эффективно вот это снижение урона и эффективно повышение ускорения. Я думаю, что ускорение местами будет лучше. Даже вспомните того же самого Дреза из Громио. Что он творит, да, когда доживает до ульты. И если Дрез прокачан на 9 из 9 плюс 30, он там просто моментально вообще отправляет провод сам любого героя команды противника. Поэтому я думаю, что здесь однозначный апп. Ускорение даст Лукреции больше. Ну и теперь мебель. Мебель была раньше на чем здесь закручена? На том, что когда противник использует особые способности. 3 из 3 там надо было использовать противнику 2 раза особую способность. Тогда идет эффект усиления адского пламени, да. Вот эти вот, так скажем, показатели восстановления энергии, они не изменили. Ну а раньше, когда вы качали, допустим, на 9 из 9, надо было, чтобы противник использовал особые способности 7 раз. Теперь просто Лукреция что 3 из 3, что 9 из 9 использует 1 раз свою особую способность и 2 раза. То есть реализовать потенциал мебели стало намного проще. И тогда вывод какой? Лукрецию усилили, потому что больше плюсов, чем минусов. Но еще раз повторяюсь, вот этот третий навык, зачем они его там вообще туда полезли, я не понимаю. Я не понимаю. Ну в общем, надеюсь, мы разобрали Лукрецию. И давайте скажу, какой у меня приоритет по прокачке героев подземных. Потому что многие тоже это спрашивают. Ну, естественно, это Изиш, потому что в турнирке можно собирать и достаточно быстро вы его соберете. Потом также вторым героем можно качать или Мегиру, или новенького героя Матраса после патча 1.52. Но этот Матрас реально очень хорош, очень хорош. И даже если вы соберете Изижа и Мортаса и поставите в одну команду с другими героями, они будут творить полную грязь. Если, допустим, Мортас не нравится, да, как вариант, вы можете качать Мегиру, потом уже вот этого Матраса, потом будете качать Заурата. Заурат это тоже очень крутой герой, я думаю, вы все оценили даже в новом событии, где мы дрались каждый день по три раза минимум. А потом всех остальных. А потом уже идет Мезот, Лукреция и так далее, и так далее. Но я считаю, что Изиж, Мегира, Заурат и Матрас это приоритетные герои, которые должны быть собраны в первую очередь среди других героев фракции подземных жителей. Все, на этом все. Теперь давайте перейдем в темный лес. У меня, кстати, этот Матрас скоро пропадет. Надеюсь, мы успеем пройти лабу. 25 минут. Ну, в принципе, хватит. Вот, потому что чувствую, там будет сложновастенько. Да, залетаем в лабиринт. Что мы тут выбираем? Ну, конечно, зловещий, какой обычный. Мы даже не будем здесь париться. Давайте посмотрим, что тут за бафы. Кровопотеря. Через 20 секунд после начала боя, союзные герои начнут терять по 8% от своего максимального здоровья в секунду. Но не погибнут от этого. То есть, если в вашей команде не будет подхила, то они, конечно, страданут. Так, дальше. Омерзительный щит. В начале боя все вражеские герои получают щит на 10 секунд. Щит можно убрать, но во время действия он поглощает урон, равный 50% от максимального здоровья конкретного противника. Ну, то есть, в течение 10 секунд мы просто не можем ничего сделать противнику. И поцелуй смерти. Каждый раз, когда погибают вражеские герои, тот, кто нанес смертельный удар, будет наносить на 50% меньше урона в течение следующих 10 секунд. Да, по сути, какая разница? То есть, если, допустим, вы даже ультуете Шемкой или Деймоном, да, они там примерно все равномерно подыхают. Если, конечно, вы выбираете точечных героев по дамагу, ну, типа Аталии, или Укреции, или Эйрона, да, хотя Эйрон тоже кучностью вытягивает, то да. Но та же самая Гвинет, допустим, она будет эффективна, потому что она бьет по всем, и там сразу урон распределяется. То есть, если три героя команды врага сдохли на задних рядах, то добить двух это вообще уже не проблема. Ну, в общем, вот такие вот усиления. И фракционные ограничения. То есть, мы можем брать только из этой фракции. Это лесники, могилы, небесные и пространственные. Тут еще какие-то правила, да? То есть, каждый раунд в своей вещей в лабиринте длится 48 часов, ну, то есть 2 дня. После чего происходит обновление противников, наград и структур. Второе. В каждом раунде можно использовать только один режим лабиринта. После выбора одного из режимов, второй становится недоступен. Третье. Негативные эффекты зловещей и удачи и фракционные ограничения обновляются каждые 4 раунда. А, вон оно что. Ну, посмотрим в ходе его же прохождения. Если игрок пропустит раунд в зловещенном лабиринте, то в следующем раунде он получит бонус к наградам, ну, не более 180%. То есть, если вы прям реально ощущаете, что вы не пройдете, видимо, можно будет пропустить. Пятое. Если у игрока есть одинаковые герои, то в зловещенном лабиринте будет выбираться в первую очередь герой с самым лучшим возвышением, понятно, и боевым рейтингом. Шестое. За победу над стражем реликвии игроки получают определенную реликвию. Одолев босса, игроки смогут выбрать одну из нескольких случайных реликвий. И седьмое. Слезы дары в режиме зловещенном лабиринте можно использовать до трех раз за раунд. То есть, воскрешаться мы сможем. Это хорошо. Потому что кто знает, как там будет вообще при прохождении. И обновление через 7 дней 8 часов. Ну, погнали. Да-да, я хочу зайти в зловещий. Конечно же, вы о чем? Так, первый этаж. Тут, получается, через 20 секунд, да, вот этот вот бонус идет. Также какое-то меню. Да, мы все уже ознакомились. А, и тут мы видим, да, куда мы можем пойти. Союзный герой получает на 30 меньше урона на третьем этаже лабиринта. Здесь смертельное объятие. Или что это? А, ну да, добивает. Добивает, игнорируя неуязвимость. Хитроумная подзорная труба. Уровень атаки союзника в задней линии повышается на 80%, если рядом нет врагов. Ну, то есть, гвинет поставил. Представьте, как она будет вжаривать. Это шип. Там будет сверху падать всякого буда. А это усиление. То есть, если герои переднего ряда живут, то задний получает меньше урона. Но, однозначно, мы, наверное, пойдем как? Мы можем пойти через смертельное объятие, потом усиление заднего ряда взять. Да, мы пойдем, наверное, вот так вот. По левой стороне будет более приоритетно. А что здесь? А, тут мы можем взять наемников. Ну, наемников мы убрать не будем. Мы пойдем сразу через противника. Какую команду буду использовать, пока не знаю. Так, ну, лику, я думаю, сюда ставить, наверное, смысла нет. Мы поставим тази для контроля. И гвинет здесь не поставить. Видите, в чем прикол-то, да? Окей. Ну, ладно. Фара. И подземных тут тоже не использовать. Блин! Я так хотел этого матрасика поставить. Ну, в общем, Деймона ставим однозначно. Сауруса ставим. Он будет еще подхиливать. Он у меня на плюс 30. И, наверное, поставим сюда кого? Кого, кого, кого? Ну, он какого-то героя для бонуса. Ну, Эйрону, да? То есть, вытянул быстренько, убил и все. Фару можем убрать. И поставить сюда, допустим, для подхила, друзья. Вот у меня Таллина нету. Хотя, а, наемников можно использовать. Да вы что, вообще по красоте. Тогда вот такую команду оставляем. И вообще, можно даже ящерку убрать, допустим. Поставить сюда твинов. Можно даже мою команду любимую использовать. Где будет стоять Лика. Не, ну, давайте мы оставим, оставим этих товарищей. Вот, фара для дебафов. Вообще будет по красоте. Ну, в общем, набираем энергию. Тут Заурат откатывается. И все делаем по новой. Старайтесь всегда набирать энергию от боя к бою. Тут можно, кстати, Шимиру поставить. Почему бы и нет? То есть, она там ультанула один раз. И всем до свидания. 12 лямов от Эйрончика. И никакие усиления мы, получается, не получаем в процессе, когда мы убиваем противника. По наградам здесь одинаково. Смотрите, видите, вот у простых отрядов. Но мощность, допустим, права больше. Интересно, интересно. Так, ну, идем по центру. Нам надо взять смертельное объятие. Тут громилы. У нас никаких проблем нету. Мы энергию не тратим. Идем. Кстати, можно было поставить других героев, набрать энергию. Вот, берите на заметку. Сейчас так и будем делать. Так, тут какой-то босс в виде фракции людей. Но они сейчас отъедут моментально. Давайте поставим других. Это будет Шемка. Это будет Лика. Это будет Нара, которая вытянет долбанную гвинет и даст ей по щам. Также поставим Деймона. И поставим Этсу. Конечно же. Казнь решает. Нара там чуть не отъехал, правда. От бешеной Розалины, которая кидает чашки. Ну, это пофигу вообще. Все, мы взяли, да? Спасибо. Так. Тут получается... А, нет, смотрите. Тут вот побольше. То есть отряд усиленный. Тут 97к. Тут 99к. И тут сундук легендарный. Ну, окей. Пойдем по центру. Так, Нара убираем. И кого мы сюда еще поставим? Ну, я даже не знаю, кого сюда поставить-то. Давайте ящера поставим. И быстренько их нагнем. Сейчас Деймоном мультанем. Вообще, Смертельное Объятие крутая штука. Однозначно. Добивать всяких противных брутусов там. Все дела, все педали. 98к. Идем налево. Нам надо взять подзорную трубу. Хотя вот... Да, подзорную трубу берем однозначно. Однозначно. Мы можем поставить шеймку, если что. Она также ультанет и там Габелла будет. А давайте ей ультанем. Все. То есть, вот допустим, противника у вас сзади нету, да? Вы берете Шемеру, она ультует и пока. Берем, короче, идем эту байду забирать. Давайте здесь поставим Таллину. Также поставим Фару. Деймона. И можем вообще фулл стак могил воткнуть сюда и радоваться жизни. Ну, типа такого. И все. Ну, вообще, до свидания. Так, спасибо за эту трубу. И идем дальше. В общем, как-то я тут освоился. Ничего сложного пока нет. Комментировать я не вижу тут. Что, золотой сундук 101. Тут тоже 101. Здесь противник. Ну, мы явно через противника пойдем. Надо больше наград забирать. Это первый этаж. Так, Деймон, Деймон. Короче, какой-то лагодром произошел. Надо было перезайти в игру. Давайте быстренько пролетим все эти этажи. Я думаю, интерес будет посмотреть больше третий этаж. Тут вообще все изи. Никаких напрягов. Смотреть, сколько кто урона нанес. Я тоже не вижу смысла. Так, и тут случайная реликвия. Да, еще вот такой вот сундучок. Рандомные кристаллы. Полтинник. И так далее. И медира. Ну, вот как раз, видите, смертельное объятие. Оно сейчас вообще поможет. Брутус, до свидания. Всем до свидания. Таллина погибла. Я надеюсь, она тут бессмертна. А то вдруг получится, что она не воскрешается. Так, через 30 секунд после начала боя уровень атаки защиты у союзных героев повышается на 50% до конца битвы. Но это 30 секунд. Тут бои-то быстро идут. Я думаю, надо взять или вот эту штуку, или вот эту штуку. То есть мы же не знаем, да, как там будет на третьем этаже. Но вот эта стрела, это то же самое смертельное объятие. То есть мы будем снимать эффекты, и тот же самый Брутус будет быстренько подыхать, и усиление у команды противника будет отлетать. Ну, я не знаю. Стрела это очень крутая штука, так же, как и вот хронометр отваги. Там еще босс будет, да? Там, наверное, босс какой-то будет. Ну, давайте возьмем этот хронометр и посмотрим, что будет. Вот мы доперлись до второго этажа, и смотрите, тут также есть усилители. Писки времени повышает ускорение на 50 очков первые 15 секунд. В принципе, неплохо, да, 15 секунд. Также рассветный клинок повышает атаку на 80% с самым высоким уровнем атаки. Потом идет недремлющий глаз, то есть это отрицательные эффекты у вражеских героев увеличиваются на 60%, тоже нехило. Ангельская аура во время сна, там еще будет противник получать урона, а когда будет из него выходить, получать дамаг. И голова исчезди ада. Ну, в общем, вы это знаете. Давайте возьмем клинок и вот эту вот приблуду. Ангельская аура. Посмотрим, как дальше пойдет. Это все-таки первого прохождения. Так, ультуем демоном. Таллина осталась жива. Это отлично. Идем дальше. Смотрим, где наибольший прирост по ресурсам. Ну, в принципе, тут одинаково. Также можно выбирать команды противника. Что мы тут сделаем? Да давайте оставим эту команду. Не буду я ничего менять. Уртанем Шенкой. Высилимся Таллиной. И все. До свидания. И берем клинок. Хотя, смотрите, да, если пойти налево, тут 103, тут 102. Ну, в принципе, разница небольшая. Тут еще вот этот вот сундук. Ну, я не знаю. Можем взять, в принципе, пески времени. Тоже хорошая штука. Что, ускорения лишнего не будет. Давайте налево пойдем. Будем брать максимальное усиление. Максимальное усиление по ресурсам. Да, мы ее получили. И вот этот противник. Один, Фара, Шемка, ультуем. Всем пока. Ух ты, Один-то чуть не сдох. Так, уже потненько начинается. Опять вот эти эйроны. Ну ладно, хорошо. Мы сейчас тоже поставим сюда эйрону. Поставим лику. И посмотрим, что вы сможете сделать, братцы. Так, берем эти ангельские крылышки. Или ауру, или как они там называются. Тут фракция людишек. Опасная Розалина. Но мы ее добиваем. У меня уже 200. Некуда копить больше монеты лабы. Так, если направо. Тут вот такая команда, да? И вот этот легендарный сундучок сокровищ. Тут получается налево простой. Не, ну мы пойдем по усиленному варианту. Однозначно. По усиленному. Забирать максимально. Все, что мы можем забрать. Капец, лика просто. Надо ставить лику по центру. Она будет сдувать всех. Тут долбанная флора. Это очень опасная команда. В принципе, да? То есть, я думаю, вы понимаете, о чем идет речь. Давайте попробуем их быстренько расшатать. Ставлю на авто. Энергия у меня набрана. Но живут, живут. Ортрус, Сталина. Давай, Сталина, выхиливай. Ой, вообще, вы посмотрите. Мы прям по тоненькому прошли. Это было потно. 41 миллионов деймонов. И флора. Блин, как же меня бесит эта флора. Восстанавливаем наши силы. Вот хорошо, что здесь фонтан есть. Было бы сложненько. Так, и опять вот кейн. Это получается кейн, да? Ну, я не знаю, как сделать. Мы можем поставить тази. С контроля начать. Да, давайте поставим тази. Тут просто ставим на авто и уничтожаем. Два раза ультанули деймоном. И пока всем. Блин, ну неплохо, неплохо. Так. Союзные герои наносят на 100% большего урона всем врагам, у которых в данный момент менее 300 очков энергии. Прикольно. Длительность положительных эффектов у врага сокращается на 50%. Такое мы уже видели. Давайте возьмем, наверное, вот эту приколюху. Страстный крестоносец. Забавно. Забавно. Так, получили еще синие шарды и залетаем сюда. Третий адский этаж. Тут будет бодро. Давайте сначала ознакомимся с усилителями. Уровень атаки союзных героев на третьем этаже лабиринта повышается на 60%. Через 15 секунд после начала битвы всех союзных героев охватывает божественный свет исцеления. На 60% от потерянного здоровья. Тут если здоровье союзных героев ниже 50%, то получаемый им урон снижается на 50%. Тут топор. Обычные атаки и способности союзных героев наносят дополнительно 100% урона противникам, у которых в данный момент более 50% от максимального здоровья. И какая-то перегрузка. Когда вражеские герои впервые накапливают более 900 очков энергии, они оглушаются на 5 секунд. Ну, хороший элемент контроля, однозначно. Хороший. Обычные атаки и способности союзных героев наносят дополнительно 100% урону противникам. Но это мощно. Мощно. Можно взять вот эту приблуду, да? Уровень атаки повысить. Или взять зачарованное копье. Куда пойдем? Ну, давайте пойдем налево. Или все-таки вот эту зачарованную копье. Как-то она мне очень сильно подбивает. Хотя там босс, да? Финальный. Да. Тут типа противник. Но у нас захил есть от Таллины. Дополнительный захил точно не помешает. А тут, видите, вот этот странник. Я хочу брать максимальное количество ресурсов. Так что пойдем налево, а потом через фонтан. А то, может быть, мы здесь страданем. Ну, мы, кстати, гораздо сильнее, чем противник. То есть это даже видно невооруженным глазом. И разносим на ура. И многие скажут, а у нас героев нету, чтобы так же разносить на ура. Ну, вам надо будет пройти лабу 30 раз, да? И пройти 26-ю голову, чтобы ее открыть усиленную. И тут два отряда. Два отряда. Капец. Нифига себе. Они замутили. Ну, ладно, что. Сейчас вынесем эти два отряда. Первый отряд. Кем? Давайте поставим сюда Шемиру, может быть. Или Эйрона. Да, ставим Шемку. Правда, тут сейчас противный. Ультуем Шемкой. И... Так, Лика погибла. Надо... Блин, я не успел переиграть. Ну, что ж ты такое будешь делать-то, а? Ну, ладно. Сейчас мы и вторую тоже команду быстро вынесем. Ставим Деймона. Аталию. Этсела. Сауруса. И Эйрона. Таллину, конечно, бы лучше сюда поставить. Давайте Таллину поставим. А, она использовалась, да, уже. То есть, мы можем еще раз Сталлину поставить. Ну, давайте Твинов поставим. Так, Деймона мультанули. Тут как раз людишки. Кстати, вот обращайте внимание, против кого вы деретесь. Но здоровье отлетает, будь здоров. Все, мы этого противника прошли. Теперь идем сюда. Тут Громилы. Так, ну, я даже не знаю, друзья, о чем сказать. Тут, короче, Громилы. Тут, наверное, мы уберем Эйрона. Все, поставим Шенку. Всеми просто ультуем и досвидос. Вот. Получаем вот это усиление атаки. Можем пойти через фонтан, а можем пойти через противника. Тут надо опять двоих побеждать. Ну, однозначно мы двоих будем побеждать. Че тут смеяться-то? Так, первые лесники, вторые вот такие. Ну, лесников мы запинаем, наверное, кем. Кем, кем, кем. Можем поставить Этсу. И можем сюда поставить... Ну, я даже не знаю. На Каруру давайте поставим. Энергии, конечно, у нее нет. Но постараемся их быстренько убить. Так. И убираем авто и оставляем энергию. Противные от Азии. Да ты че, издеваешься, что ли? Вы видите, че она творит вообще, да? За счет того, что она живет, там включается вот этот вот навык. И команда страдает по полной. Копенгаген. Че-то первая попытка-то была пободрее. Вообще, если, короче, она будет долго жить, команда умрет очень быстро. Так. И вторая пачка врага. Кто тут будет? Фара, Тази, Деймон, Таллина, безусловно. Таллина, безусловно. И надо еще кого-нибудь поставить, кто прям будет вот выносить. Плотненько. Ну, не знаю, можем поставить не Мору. Можем поставить не Мору. А можем также оставить вот такую вот пачку. Давайте, наверное, такую и оставим. Давай, Деймон, ультуй. Все. Все-таки Шенка в лаве. Как была имбой, так и остается. 61 миллион. Так, и что мы здесь возьмем? Не знаю, можно взять вот эту штуку. То есть будем жить дольше. Или, допустим, вот эту. Оглушение. Давайте, наверное, все-таки пойдем и возьмем оглушение. А тут противный Торан. Торан может нас похоронить очень жестко. Оставляем, короче, вот эту команду. И убираем авто. Как-то легко даже получилось. 31 миллион от Шенки и 17 от Деймона. Так, и пойдем сюда. Да, ну, видите, там фонтан. И там нет вот этого противника. Мне хочется забирать максимальные награды. Тогда мы будем брать боевой топор от Ваги. Ну и пойдем по сложному пути. Все. Убираем авто и накапливаем энергию на следующий бой. Так, взяли этот боевой топор. Тут у нас два противника. Первый это Могилы и Эзиш. А второй кто? Одинаковые пачки, что ли? Ну ладно, что, давайте их выносить. Так, нападаем. Можно, кстати, вот, допустим, Шенку отсюда убрать, оставить Деймону и добавить какую-нибудь, типа, Неморы. Вот. Или, допустим, сюда поставить Аталию. Да, ну давайте, наверное, вот так вот и сделаем. Капец, там фара отпотел. Сейчас переиграем. Ну, в этот раз получше. Согласитесь? Так, и второй отряд. Точно такой же зеркальный. Здесь мы поставим Шимиру, Ящерку, Эцио и Твины. И кого-то надо еще сюда воткнуть. А кого? А вот на Каруру и поставим. Противник, кстати, по БРу сильнее, чем мы. Но мы просто устраиваем разнос. Ах ты, офигеть, офигеть. Чуть не сдохли. Ну, сейчас попробуем пройти без... Потерь. Так, убираем авто. На Каруру сдохло. Твины сдохли. Ну, ладно, что, если что, слезки используем. Теперь они точно тут пригодятся. Может быть, даже пройдем без потерь. Слез, так скажем. Или использование слез. Тут опять практически зеркальные команды. Тут одна команда. В общем, осталось недолго, друзья. Видео получилось большим. Но мы впервые проходим обновленную лабу. Так что сделайте скидос. Так, долбаные опять Торрен, да? Мы уже знаем, что ты можешь сделать. Давайте мы сюда поставим Тази. Она сразу залетит с контроля. А талию... И надо кого-то поставить под вот эту красавицу. Вот ставим сюда Торну. И запускаем бой. Живите, 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 живите. Сейчас вернет. Капец. Чуть не сдохли все. Так, второй бой. Однозначно фара. Нара. Деймон. Деймон там вообще на понтах живет. Таллину поставим. Вот уберем. И надо еще кого-то, да? Ну вот Торна можем поставить. Короче, вот так это будет выглядеть. Ставим на авто. И смотрим, что получается. В общем, если будете встречать Торна, или, допустим, каких-то танков, где есть флора, там, конечно, будет сложно. Ну, можно. Я прошел. И финальный противник. 79, да? Тут еще Тайдус. Угу. Можем, кстати, добавить сюда Тази. Она залетит с контроля. Торна поставит вперед. И сделать ставочку на Деймона. Авто. Все. Да, ну мы, конечно, тут потеряли героев, но мы прошли без использования слез. И финальная награда. Что тут? 30 шардов, синих и другие ресурсы. Ну, в общем, что могу сказать. Прошли. Все плюсом прилетело еще сюда. В заданиях есть вот это задание, но не забирайте. Оставьте до обмена нашего замечательного Айнза и Альбедо. В предложениях сундучки. И давайте попробуем собрать Сайлоса. Ну, в общем, прикольный обновленный лаба. Мне понравилось. Честно скажу. Понравилось. Так. Четыре копии. Ну, давай другам. Начинай падать, пожалуйста. Первый промах. Второй промах. Ну, о чем я и говорил. Мне, видимо, не хватит кристаллов, чтобы поймать все копии. Первый фиолет. Еще и места нет. Так. И крутим дальше. Отлично. Смотрите, да? Осталось две копии Сайлоса. Может быть, кстати, и вытащу. Ну, в общем, прокачка будет у меня часто. Места не хватает. Ну, может быть, дабл? Ну, блин. Ну, все равно круто. Че, три копии вытащили. Еще получили 20 мифических сундуков. Кстати, у меня сундуков уже накопилось много. 432. И осталась одна копия Сайлоса. Я хочу анимационную рамку на этого героя. Ну, и, в принципе, его на белой рамке. Все, друзья. Вот такой вот получился видос. Надеюсь, он вам понравился. И он был интересен. Так что не забудьте поставить побольше лайков. Ну, и кто не подписался, подписаться на канал и прожать колокольчик уведомлений. Потому что в последнее время YouTube эти уведомления почему-то не отправляет. Увидимся в следующем видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok